здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из минска политолог валерий карбалевич здравствуйте валерий здравствуйте ну вот того времени что мы с вами разговаривали прошло не так много времени но ситуация сильно поменялось всяком случае так это выглядит со стороны если тогда были акции протеста скажем так и проходили они достаточно спокойно и со стороны властей никакой большой сильной реакции на это не было то вот судя по тем картинкам которые были из минска в последние дни акции протеста вызвали такой значительный анти протест скажем так со стороны властей были задержания в том числе журналистов на ваш взгляд почему так произошло в чем как по почему поменялась ситуация власти испугались реакции общества власти испугались что население начнет протестовать против решений а не регистрации основных конкурентов александра лукашенко виктора бабарики валерия цепкала и поэтому стали применять достаточно жесткие меры против любых попыток протеста причем такие формы протеста которые наверное не в одной другой стране не вызывают реакции властей когда люди просто становятся цепью хлопают ладоши или едут на велосипеде цепью либо вот как вчера становились в очередь чтобы подать жалобу заявление центральную избирательную комиссию по поводу нерегистрации выстроилась очередь около двух тысяч человек ну и в конце власти стали задерживать людей которые стояли в этой очереди ну вот такие такая реакция властей на на протесты страны населения скажите пожалуйста людей задерживали что называется спокойно под белой ручки куда-то увозили что им потом предъявляли ли достаточно были жесткие задержания с применением силы если люди сопротивлялись то были задержания с применением силы в отдельных местах позавчера даже молодые люди оказывали сопротивление стали в цепи мешали омоновцам вырывать оттуда людей вот ну а что им предъявляют им предъявляют нарушение общественного порядка судят либо штраф либо 15 суток ареста скажите пожалуйста были сообщения что среди задержанных были журналисты которые тоже пришли на эти акции протеста так ли это и что с ними потом было их отпустили или тоже они арестованы до в отношении журналистов было предпринято просто что называется охота то есть милиция омоновцы причем в гражданском не предъявляя никаких документов хватали журналистов и посадили в автозак и увозили значит хватает тех журналистов которые пытались вести живые репортажи стримы с акции то есть власти очень боятся что с помощью независимых информационных ресурсов общества беларусь первую очередь узнает об этих протестах и поэтому тех протестить те журналисты которые пытались вести репортаж вот их целенаправленно хватали на них была устроена охота слышно десяти человек было арестовано ну через какое-то время их отпускали когда акция заканчивалась продержав милиции несколько часов сказать просто государственные средства информации сообщали об акциях протеста но очень мало практически чуть-чуть еле-еле если сообщали то сообщали о информации министерства внутренних дел о том что дескать вот некоторые отдельные граждане нарушают порядок о том что возбуждено уголовное дело в отношении нарушения общественного порядка то есть скорее показывали как милиция официально реагирует на эти события скажите пожалуйста вот эти акции протеста они были только в минске или в других городах тоже и вообще если какой-то и единый центр единая организация которая занимается координациям сил оппозиции или же все это стихийно происходит это происходит стихийно акции протеста 14 июля произошли во многих городах беларуси но да они были малочисленные но они действительно проходили по по многим городах страны вот какого-то центра единого управления нет штаб виктора бабарики и главного конкурента александра лукашенко фактически не стала призывать людей выходить на улицу этот штаб он призвал только писать жалобы приходить центре избирком писать жалобы становиться очередь вот поэтому это скорее скорее стихийный стихийный протест вот тем более что основных оппозиционных активистов которые обычно организуют акции они давно уже сидят за решеткой недавно были официально зарегистрированы кандидаты в президенты которые могут вести теперь компанию среди них есть вот те активисты о которых мы говорили в прошлый раз которые гипотетически могут составлять конкуренцию лукашенко значит действительно сейчас в списке альтернативных кандидатов остались четыре человека это сергей черечень андрей дмитриев анна конопатская и светлана тихановская если бы эти кандидаты объединились и выставили одного кандидата то я не исключаю что даже этот оставшийся кандидат мог бы составить серьезную конкуренцию александр лукашенко и даже победить его вот но вероятность такого развития сценария небольшая поэтому сейчас значительная часть людей которые готовы были бы голосовать за бабарику цепкала они просто не придут на выборы а те которые придут и голоса будут раз размазаны между всеми четырьмя и поэтому вероятность того что александр лукашенко держит электоральную победу среди этих среди этого электората она достаточно велика хотя собственно говоря реально голоса беларуси не считают и поэтому уже фактически можно говорить какая цифра будет объявлена по итогам президентских выборов власти особо не скрывает это действительно около 80 процентов а реально оценить поддержку александра лукашенко или того леденокого кандидата сегодня есть какая-то возможность сегодня такой возможности нет независимые циологические опросы запрещены вот власти дают цифры ссылаясь на какие-то совершенно странные источники вот последняя цифра была 76 процентов там до 8 доходило но не верю этим источником нет по моим ощущениям рейтинг лукашенко но не выше 20-30 процентов это думаю максимум понятно скажите пожалуйста по вашим ощущениям по исходя из последних дней из последних событий вот этот протест будет нарастать есть такая тенденция или же наоборот из-за того что вот применены такие репрессивные меры он постихоньку сойдет на нет но сложно прогнозировать такие вещи потому что уличные протесты это такая вещь малопредсказуемая но судя по тому какие серьезные репрессивные действия предприняли власти тем более они сняли основных кандидатов и собственно говоря исчезла интрига в отношении итогов этих выборов то можно предположить что эти протесты будут затухать хотя девятого августа в день выборов или даже десятого по второй день вполне возможно что какие-то протесты снова появится понятно валерий большое спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи из минска был политолог валерий карбалевич до свидания